Диссертационного совета, утвердённый состав диссертационного совета ФДС 0200006, 15 человек, присутствует 12, в том числе 6 докторов по профилю рассматриваемости диссертации. Таким образом, в кворуме разрешите открыть доседание. На повестке дня защиты диссертации Бадуро Али на тему исследования консервативных разных схем в моделях движения многих тел. Диссертация представлена на соискании учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2 в математическом моделировании честных методов и комплексе программ. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, доцент кафедры физико-математической информатики и теории вероятностей, факультета физико-математических и естественных наук РУДН, Малыш Михаил Двитрич. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре преподной информатики и теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты – доктор физико-математических наук Корпусов Максим Олегович, доктор физико-математических наук Цирулёв Александр Николаевич и кандидат физико-математических наук Васильев Николай Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется учёному-силу-крителю диссертационного совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Анастасия Вячеславовна. Профи-математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, в которых подготовлены диссертации. В настоящее время не работает. Диссертация выполнена на капитре преподной информатики, теории вероятности, доктор физико-математических и естественных наук Российского университета Другого народа. Научный руководитель Валых Медведев Дмитриевич, доктор физико-математических наук, доцент капитры преподной информатики, теории вероятности РУДН. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о присоединении ученых степеней в Российском университете Другого народа. Все документы имеются в ситуационном деле в соискателе. Спасибо, Настя Вячеславовна. Будут ли вопросы по поводу разглашения документов? Если вопросов нет, тогда слово предоставляет соискателю. Пожалуйста, 20 минут ваше ограничение. Пожалуйста. Ваше внимание присутствует диссертация на тему. Исследование консервативной, разность схема в модели движения много целей. Динамические системы называются системами дифференциальных уравнений. Формула 1 из 10 независимых переменных время, x, y, координат подвижения, точка, f, y, рациональной функции x1 до xn. В этой системе звезда дифференциального непостоянного элемента g, производный dg, который равно 0, называется рациональной интегральной движения. Определённый 1. Разность схема решения, x точка, это будет fx, описывается переход от значения x в звезда в некоторых моментах времена t, значение x в звезда в момент времена t плюс delta t. Новые значения будем далее обозначать как x-координат. Пример схема Эйлера. Определённый 2. Будем говорить, что разность схема сохраняет интеграль движения g. Если из уравнений, задающих разностную схему, следует уравнение g, x и шлава, это будет gx. В задаче Intel описывается система уравнения формула 2. Здесь вектор r, eta. Радиус вектор, проведённый в эти тела e, r, e, g. Расстояние между i и g, m тела обозначают скорости альтого тела, как вектор v, e, eta. Тогда система дифференциальных уравнений относительно координат тела и скоро принят в виде 1 из алгебраевских правил частей. Задачи многох тел обладают 10 интегралов. Закон сохраняет имплюс, закон сохраняет момент имплюс и закон о движении центральной массы. Закон сохраняет энергии. Теорема 1, 1888, связка альгебраических интегралов, задавших многох тел, выражается альгебраически через 10 классических интегралов, движения. Теорема 2, Cooper 1987, симпликтические схемы ронжикута, сохраняет все линейные и квадратические движения, динамические системы. Во-виде, симпликтические схемы ронжикута сохраняет все линейные и квадратические интегралы задачи многох тел, кроме важнейшей из них энергии. В 1992-го, первая разность схемы для задачи многох тел сохраняет все линейные и квадратические интегралы движения, была предлежит Green Spain в 1992-го. В 2016-го, систематические подходы к построить схема сохраняет полную механическую энергию, было предложить в 2016-го года и получил название метода квадратизации энергии. Environment Energy квадратизации метод скоро IEQ. 2020-го. Малик Михаил Дмитриевич предложит вовыслить новые применения, в которых энергии записываются как квадратические функции и поэтому сохраняют на решение, найден по любой симпликтической схеме в силе теории Купер. Цели диссертации. Цели данных работают при проектировании и исследовании разности схема для моделей движения в многох тел, сохраняющихся алгебраические интегралы движения. Задача 1. Разработать методы проектирования разности схема производного парада аппроксимации сохраняющихся алгебраических интегралов движения в задачах многох тел. Малик предложит использовать симпликтический схема Ронжикута, сохраняющий линейные и квадратические интегралы и концепцию квадратизации энергии пути во вида дополнительных переменах. Во вида дополнительных переменах расстояние между телами РАЖ обратит расстояние между телами РОАЖ. Перейдем от исходной системы уравнения второго аппарата к системе уравнения первого аппарата относительно неизменениях и получил расширенные системы дифференциальных уравнений. Тиарематри 2021. Расширенные системы обладают 10 классических интегралами в задачах многох тел и дополнительных интегралов. Задача 2. Разработать численные методы исследования модели в движениях многох тел. В классических интегралах в новых переменах двадратических любая симпликтическая разность схема Ронжикута сохраняет этот интеграл точно. Схема средняя точка. Самая простая симпликтическая схема Ронжикута. На каждой шаге мы решили систему линейных алгебраических уравнений относительно х-шлава. Для этого мы будем применять интернационные методы правильно за начальное приближение х-шлава равно х. Крейтер остановка указана на следующий слайд. Про проведенные численные эксперименты мы часто столкнулись с расходным методом условий соходной системы в следующий, где же матерец Якова и следует исполнение спектакля номер. Задача номер 3. Реализовать предложение численные методы исследования моделей в движениях многох тел во вида комплекс программы для СЕЙЖ. Решение этой задачи связано в реализациях неявного метода Ронжикута в пополнении в систему FDM for SEЙЖ. Задача номер 4. Оцент прямой аппроксимации разности численных схема на основу метода Ричардсон. Мы, процедурованные наши реализации метода Ронжикута, мы использовали СЛТОП Якуба как тестированный пример. Мы проверяли, что диаграмма Ричардсон имеет ли не участвовать в нейтрон, равном теоретически. Задача номер 5. Простеревать предложение реализации численных методов исследования моделей в движениях многох тел. Мы проверялись в компьютерных экспериментах для следующей задачи, задачи двух тел и плоско-задачи трех тел, равно массам. Переходят жесткие решения Лагранж, Эйлера, Восьмерка. Треактёры с Бетласком и треактёры существуют обрежащие тел. Сравно наша схема, явная схема Ронжикута, четвертый порядок, примененного к задачам многох тел и исходных, постоянно два. Без два вида дополнительных переменных с ростом временной директории отделяются друг от друга все заменения. Применение двухстандартной симпликтической схемы Ронжикута к задачам трех тел и без вовидно дополнительных переменных результатов вычисления и затарить временно их получить, оказывается всем близким. Про расчет по явной схеме Ронжикута и энергии меняется риски скетча. Про расчет по симпликтической схеме Ронжикута без вовидно дополнительных переменных энергии меняется в четвертом знаке после запятая. Про расчет по симпликтической схеме Ронжикута с вовидно дополнительных переменных изменения энергии остается постоянно на уровень 10-12. На последний слайд остановка поражения. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо. Какие будут вопросы к соискателю? Пожалуйста, прошу вас, назовите себя. Добрый день, руководитель Олег Константинович, ассистент картера по информатике и вероятности. Скажите, пожалуйста, у вас на слайде 12-го покажено, что все интегралы движения у вас будут выражены как квадратичные относительно новых переменных. Но мне кажется, что у вас по закону сохранения импульса интегралы должны быть линейными. Так ли это? Да, вы абсолютно прав. Следует рассказать, что интеграл будет линейными и квадратических линейными. Интеграл сохраняет науупив схема Ронжикута. Я забыл об этом. Спасибо. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, тогда присаживайтесь. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Михаил Выпричем. Пожалуйста, только соискателю, ничего о работе не надо говорить. Я буду очень рад. Хочу сказать, что соискатель работал систематически, очень аккуратно. Он пришел к нам еще в магистратуру, защищал у меня сначала магистрскую работу, вот теперь защищает диссертацию. Диссертация представлена немножко раньше срока, что меня очень-очень радует. Его семья связана с нашей страной очень давно. Здесь учился в Советском Союзе его дядя, в Санкт-Петербурге учится его сестра. Поэтому Али, в общем, такой человек, близкий к нашей стране, давайте скажем так, и близкий к русской культуре. Вот. Ну и, пожалуй, я еще замечу такую вещь, что это, наверное, единственный случай на моей памяти, чтобы у человека разговорный русский язык был лучше, чем вот язык доклада. Но, увы, приношу за это свои извинения. Мне кажется, что Али немножко волнуется. Вот. На этом, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо. Есть ли вопросы, Михаил Митричев? Есть ли вопросов? Нет. Спасибо, Михаил Митричев, присаживайтесь. Слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию автоэфферен, предоставляет ученому секретарю диссертационного совета Анастасия Вячеслава Генераевна. В деле имеется заключение организации Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского института народов, принятая на заседании кафедры прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РОДН, где была выполнена данная диссертация. Также в Совет поступило 4 отзыва на автореферат. Все отзывы положительные, попрошу не зачитывать их целиком. Первый положительный отзыв поступил от Гленкова Юрия Анатольевича, доктора физико-математических наук, доцентка заведующего капиталом математического и компьютерного моделирования Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского. В отзыве дана положительная оценка диссертации в целом, вмечена актуальность исследования и значимость решаемых незадач. Отзыв задерживает несколько замечаний относительно на выборы тестовых примеров. Второй положительный отзыв на автореферат поступил от Еваргана Меграна Невсена Вичев, кандидата физико-математических наук, доцента капиталом математики и теории вероятности РОДН. В отзыве проводится краткая характеристика диссертации и дана положительная оценка диссертации. В качестве замечания отзметено то обстоятельство, что в диссертации не исследованы, а следует ли построенные разностные схемы, симплетическую структуру исходной задачи. Третий положительный отзыв на автореферат поступил от Панина Александра Анатольевича, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры математики и физического факультета. В отзыве московского государственного университета имени Романовского в отзыве также дана положительная оценка диссертации, указанное ее место в современных исследованиях, разностных схемах. Отзыв в совмещении не содержит. Четвертый положительный отзыв поступил от Севастьяна Анатольевича, кандидата физико-математических наук, заместитель начальника управления циркализацией образования, высшей школы экономики. В отзыве данная положительная оценка диссертации отмечена удачность выбора системы, следующее проведение расчетов. Замечание в отзыве нет. Большое спасибо. Слово для ответа на замечания в отзывах на Афтарий-Рад предоставляется искателю. Пожалуйста. Я хочу в благодарность коллегам вязка на себе трудности, которые прочитают и знакомы с Афтарий-Рад. Мои диссертации и состав отзывы я очень рад, что из них вычитаете в положении. Я согласен в них замечания и прошу за ошибки в языке либо на диктаменте. Большое спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по его ответу? Если вопросов нет, тогда переходим к заслушиванию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому официальному оппоненту доктора физико-математических наук корпуса Максима Олеговича. Пожалуйста, Максима Олеговича. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, эта работа как раз пример того, как численный метод становится аналитическим методом постепенно. Во-вторых, работа написана очень хорошо, хорошим языком. Все алгоритмы, методы иллюстрируются под большим количеством примеров тестовых, на которых можно видеть, как работает схема. В-третьих, то здесь есть уже задел на будущее. Вот то, что все интегралы становятся допустимыми для численного, так скажем, счета, что они сохраняются на численных решениях, это вызывает большой, так скажем, оптимизм, что дальше будет развиваться. Дальше. Насколько я понял, в чтении диссертации ведется плодотворная работа над тем, чтобы вот эти численные алгоритмы включить в символьную алгебру Сейдж. И это тоже, в общем-то, кажется очень приятным делом, потому что нам, простым пользователям, было бы очень полезно решать, так скажем, находить эти самые особенности решения дифференциальных уравнений, просто пользуясь готовым пакетом программ. По-моему, диссертация... Ну, у меня есть, так скажем, некоторые замечания, которые я зачитаю. Они следующие. При изложении метода калитки Ричерсона употребляется терм диаграмма Ричерсона. Мне представляется, что этот терм не является вообще принятым. При проведении компьютерных экспериментов возникает случай, когда тела пролетают близко друг к другу, то есть имеется вычислительная особенность. На траекториях появляются петельки, которые тоже можно отнести к вычислительным особенностям. Было бы интересно узнать, срабатывает ли на этих особенностях метод идентификации подвижных особенностей. Вместо метода простых итераций можно применить метод Ньютона и тем самым сократить число итераций. Было бы весьма полезно предоставить пользователю самому выбирать итерационный метод в реализации неявного метода Рунге-Культе и сравнивать результаты. На скидку результаты будут похожи, но вот затраты ресурса существенно изменятся. Работа содержит ряд опечаток, не вполне удача с точки зрения языка оборота речи. Указанные недостатки не снижают общего положительного впечатления о диссертационной работе. И в заключении хочу сказать, что диссертация представляет собой законченное самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача проектирования консервативных разностных схем, аппроксимирующая задачи многих тел, имеющих важное научное значение. У меня все. Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 1, 2, 2, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. А именно пункт 1. Разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений в части разработки новых математических методов моделирования объектов и явлений. Разностных схем высокого порядка для задачи многих тел, совокрадающихся все алгебраические интегралы движения. Пункт 2. Разработка обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий. В части разработки обоснования и тестирования эффективных численных методов исследования классической модели многих тел с применением современных компьютерных технологий. Пункт 3. Реализация эффективных численных методов и алгоритм в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительных экспериментов. В части реализация названных численных методов и алгоритм, в системе компьютерной алгебры Sage и проведении численных экспериментов. На основании Высшей Луны считаю, что дистанционная работа, численный аналитический метод задач математического моделирования полностью соответствует требованиям пунктов 2.2, раздела 2, положения присуждения учебных степеней Российского университета «Дружба народов» по специальности предъявленных к диссертациям по миссисканию учебных степеней кандидата физических и математических наук по специальности 1.2.2. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Максиму Леонидовичу? Если вопросов нет, тогда просим соискателя ответить на замечания официального оппонента. В связи с замечанием первым, в общем, мы работали по поводу метода Ричардсон и с руководителем договорились, что мы будем назвать это Ричардсон-Тутер. Про замечание два, это что мы занимались в магистрской работе и пригласили руководителя, что мы дальше идем на это, и мы оближаем эти проблемы с научным руководителем, и он планирует исследовать новые методы предназначения Александра Александровича Билова. Я согласен с замечанием третьего и четвертого метода Ньютона, мы обязательно попробуем. Спасибо вам. Удовлетворенный официальный оппонент ответил. Абсолютно. Спасибо. Тогда слово предоставляется второму официальному оппоненту, доктор физико-математических наук Сыролёву Александру Николаевичу. Пожалуйста, Александр Николаевич. Уважаемые члены совета, гости заседания, уважаемый соискатель, я, во-первых, хочу сказать, что я полностью присоединяюсь к тем словам, которые сказал Максим Олегович, и хочу добавить некоторые вещи, которые, может быть, как-то подчеркивают актуальность этой работы. Это не включено в отзыв, но мне потому что это в голову уже пришло гораздо позже от того, как отзыв был готов. На самом деле у метода есть следующие перспективы. Вот задача МТЛ, которой очень-очень много лет, ну, прямо скажем, столика, она более-менее хорошо изучена, и численные методы разные применяются, всё там. Ещё Панкаре доказал, что задача многих тел, все интегралы движения алгебраические, в том смысле, что интегралов движения, представленных однолистными аналитическими функциями, не существует. Так вот, сейчас на повестке дня стоит вопрос такой, как задача МТЛ в постньютоновском приближении. Если, допустим, в системе ГЛОНАСС эффекты специальной теории относительности учитываются с самого начала, кстати сказать, что это можно учесть и в задаче МТЛ, там должно быть полное постньютоновское приближение, которое хорошо разработано для этой задачи. И по, так сказать, навскидку, всё, что сделано для вот этой задачи МТЛ в плане консервативных схем, должно быть применимо и в постньютоновском приближении тоже. Ну а выход за орбитой Луны, без этого уже не обойтись. Там, как говорится, все расчёты должны быть основаны на этом. В общем, я считаю, что работа очень хорошая. Я не стану засчитывать, как говорится, содержательную часть, потому что вызыв опубликован. А приступлю к засчитыванию критической части и резюмирующей части, если это не запрещено в правильном совете. Да, предъявлено. Значит, что касается замечаний. Замечания следующие. Их четыре. Оценка сверху для шага разностной схемы, гарантирующая сходимость метода простых итераций, найдена для простейшей симпликтической схемы. Схемы средней точки. А далее она применяется ко всем симпликтическим схемам. Это требует обоснования. Ну, как и Максим Олегович, тоже такое же. Вместо метода простых итераций можно было применить метод Ньютона и тем самым сократить число итераций. Хотя, в общем, при современном быстродействии это уже не так актуально. При проведении компьютерных экспериментов возникают случаи, когда возникают вычислительные особенности. В алгоритме расчетов по неявной схеме следовало предусмотреть останов в том случае, когда получается слишком малый шаг. Следовало пояснить, происходит ли при этом настоящее столкновение тела. Вероятно, будет полезно выполнить в таких случаях регуляризирующее преобразование. Ну и четвертое замечание. Значительная часть работы, почти треть, содержит изложение, в скобках мое замечание такое, следует отметить, оригинальное и очень ясное материала из стандартных учебных курсов, а также подробное описание ряда ливиальных примеров. Например, движение точки по окружности. Ну, в том смысле, что это неплохо, но это место диссертации можно было на более детальный разбор таких более сложных вещей. Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности полученных результатов и не влияют на общую положительную оценку диссертации. В заключении, диссертация представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача проектирования консервативных разностных схем, аппроксимирующих задачу многих тел, имеющие важное значение. Диссертационные исследования соответствуют паспорту специальности 1.2.2 математическое моделирование численные методы и комплексы программ, а именно пункт 1. Разработку новых математических методов моделирования объектов и явлений, в части разработки новых методов моделирования объектов и явлений, разностных схем высокого порядка для задачи многих тел, сохраняющих все алгебраические интегралы движения. И пункт 2. Разработка обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных технологий, в части разработки обоснования и тестирования эффективных численных методов исследования классической модели многих тел с применением современных компьютерных технологий, а также пункт 3. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента в части реализации названных численных методов и алгоритмов в системе компьютерной алгебры Сейдж и проведения численных экспериментов. Полученные автором результаты достоверно, основные выводы и заключения обоснованы. Автореферат корректно отражает результаты диссертационного исследования. Основные научные результаты достаточно полно изложены в восьми печатных изданиях, три из которых изданы в периодических научных журналах, индексируемых с КОКУС, а также в двух журналах и ученых Эрин Беречен-Ва и три тезиса доклада. На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа исследования консервативных разностных схем в моделях движения многих тел полностью соответствует требованию пункта 2.2 раздела 2 «Положение о присуждении ученых степеней Федеральным государственным автономным учреждениям высшего образования Российского университета дружбы народа», утвержденного ученым Советом РУДНО, протокол номер 12, 23 сентября 2019 года, предъявляемый диссертациям на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2, а ее автор Баддура Ли – степени кандидата физико-математических наук. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Спасибо. Сказать слово кандидата официального оппонента предоставляет свои искатели. Связка с замечанием 1. Я должен напомнить, что метод простых интеракций чувствует выбор на приближение. Мы считаем, что аппроксимация расходов – это лучшее сединение инструментов. Мы предложим, что по высшей параде аппроксимация разности схема, про сохраняемый шаг не должен заменять сходимость метод простых интегралей. В компьютерных экспериментах это подближение, но мы, действительно, не смогли доказать это предложение. Про замечание 2, близкие к замечанию Максима Олеговича, я с ним согласен. По поводу замечания 3. Я должен замечать, что фактически нестаркентные задачи трогают особый выбор в начале условий. Поэтому в наших тестах мы можем делать вычисления особенностей про приближение к которому шаг автоматически уменьшен. Программа предоставляет основу в том, случайно когда шаг становится слишком мало. Я согласен с последними замечаниями. В своем определении могу замечать, что я стараюсь сложить материал, что он понял всех подробностей. Спасибо, Владимир Официальный оппонент. Я полностью согласен с ответами, о нем я удовлетворяю. Большое спасибо. Тогда слово предоставляется третьему оппоненту, кандидату физико-математических клуб Василия Николаевича. Пожалуйста, Николай Николаевич. Я тоже по примеру предыдущих двух оппонентов точно по отзыву прочитаю только резюмирующую часть и, может быть, замечания тоже немного заключаются. Замечания, да. Но, значит, неформально я бы хотел сказать следующее. Диссертационная работа произвела очень хорошее впечатление, то есть ее приятно читать, и даже вот то, что ставили в упрек, что там большое количество простых примеров, на самом деле это просто вот облегчает вхождение в текст. Иногда, когда этим простыми примерами пренебрегают, возникает огромный порог вхождения. Даже специалисту трудно иногда бывает читать некоторые диссертации, написанные таким способом. И вот особо я хотел бы сказать именно про актуальность работы. Значит, здесь Али уже достаточно много говорил, и, конечно, существует очень большой разрыв между простыми системами, которые допускают простые интегралы, и более того, значит, что не эквивалентно, решения которых можно записать в виде явных формул. Таких систем интегрируемых, хотя мы знаем достаточно много методов интегрируемых, и интегрирования динамических систем в тех случаях, когда такие интегралы существуют, все равно такие системы встречаются крайне редко. Большинство систем все-таки не интегрируемых. Не интегрируемой является и задача Н тел, начиная с Н равного 3. Более того, я бы еще воспроизвел бы цитату Пуанкаре, которая говорит, что, правда, это было справедливо только на момент произнесения этой фразы, что все те эффекты, которые специалисты по дифференциальным уравнениям, все те сложности, которые, в принципе, находят специалисты в поведении решений, а речь тогда шла о хаотическом поведении, так вот все самые сложные эффекты в динамических системах можно найти в системе трех тел. То есть это, с точки зрения Пуанкары, была самая сложная система, в которой проявляются все трудности, которые только могут встретиться при исследовании дифференциальных уравнений. Но, тем не менее, численные методы позволяют нам и получать приближенные решения, моделировать иногда на короткие времена, а иногда на миллионы-миллиарды лет, на время эволюции Вселенной, следить за долговременным изменением параметров динамической системы. И вот в связи с этим я хотел бы сказать, вот говоря про актуальность работы, вспомнить некоторую историю. Дело в том, что вот примерно в конце 80-х, начале 90-х годов, после революционных работ, сначала вот нашего российского математика Юрия Суриса, потом сразу же возникло целых две школы, а можно сказать и три. В Испании это Сан-Сернай Мари Паскальва и группа японских небесных механиков Йошида, Киношида и их ученики, которые ввели в обиход симплектические методы. Это был взрыв просто. Вот целый класс симплектических методов, которые сохраняют симплектическую структуру. В работах Суриса как раз были построены симплектические методы Рунге Кутта раньше, чем у Сан-Серна. И вот в тот момент, оказалось, это решит огромное количество проблем, стоящих перед моделированием как минимум Гамильтоновых систем, но не только. После этого взлета интереса к этой задаче на некоторое время все это поутихло. Но не надо думать, что задачи, которые были поставлены в то время, решены. В частности, не утихли споры между тем, что, так сказать, важнее при моделировании. Сохранение интегралов или сохранение каких-то других, не только гамильтоновых структур, которые дают симплектические методы. Но существует, скажем, для нечетномерных динамических систем контактная структура. И кроме наличия интегралов можно следить за сохранением некоторых просто отдельных интегральных многообразий. То есть это все, так сказать, суммируется словами наследования алгебраической структуры. Так вот, я считаю, что в диссертации Али как раз возрождается вот интерес к этой проблематике и, в частности, к задачам, которые не были решены за вот эти 30 лет, прошедших с момента открытия как симплектических методов Рунги Кутта, так и симплектических методов японских авторов или симплектические методы Йошиды. И его диссертация посвящена в основном построению таких численных схем, которые сохраняют большое количество алгебраических интегралов. Ну, те интегралы, которые существуют в исходной задаче. Значит, здесь уже ставился в отзывах такой вопрос, является ли это такие схемы, которые сохраняют все интегралы симплектическими. Ну, вот, скорее всего, ответ нет, то есть симплектическими они не должны быть, но это не так важно. Дело в том, что, значит, мы получим набор алгебраических интегралов, это тоже некоторая алгебраическая структура. Так что, вот, здесь сталкиваются как бы два взгляда на адекватность представления моделью исходной системы дифференциальных уравнений. Какую вот из этих структур надо сохранять? Либо гамильтониан, либо, значит, дополнительные алгебраические интегралы. И вот я считаю, что, в частности, вот мне даже кажется, что и публикация по этой диссертации, и сама диссертация, может быть, даже возродит интерес вот к исследованию подобного рода задач. Вот. И здесь есть очень широкое поле деятельности. Поэтому мои вот замечания, например, которые я сейчас произведу, они в основном даже являются не столько, так сказать, замечаниями, а сколько пожеланиями к продолжению этой работы, которая, я считаю, что, несомненно, во-первых, должна быть продолжена, и во-вторых, здесь есть большой потенциал, есть большой круг задач, которые можно решить, которые можно решить, значит, подобными методами. Ну, а теперь я перейду все-таки к замечаниям, к недостаткам работы. Они мелкие, честно говоря. Я здесь, у меня четыре замечания, но первые два моих замечаний, они очень близки, поэтому я бы их объединил, но если их нужно прочитать дословно, я прочитаю дословно. Да, прочитайте. Да, да. Значит, ну, первое замечание такое, что сохранение всех алкодерических интегралов движения динамической системы на приближенном решении вовсе не означает, что приближенное решение близко и хорошо аппроксимирует точно. интегралы выделяют некоторое интегральное многообразие, на котором обязано лежать приближенное решение, но на самом этом интегральном многообразии решение может уйти как угодно далеко. Следовало бы подчеркнуть, что цель улучшить точность представления или сходимость к настоящим решениям путем сохранения всех интегралов движения не оставилась. Целью диссертации было построение вот таких схем, которые сохраняют интегралы. Второе замечание, оно очень близко по существу к первому, что при обсуждении результатов компьютерных экспериментов следовало подчеркнуть, что наследование алгебраических интегралов движения не влечет в наследование алгебраических свойств исходного решения. То есть сама система может качественно измениться с алгебраической точки зрения. А вот третье, довольно существенно, и это как раз тоже предмет, возможно, для анализа некоторых результатов диссертации для будущей работы. Что результаты компьютерных экспериментов показали, что траектории, полученные симплексическими методами Рунг и Кутте и предложенным в диссертации методом сохранения интегралов, достаточно близки. При этом в первом случае сохраняется симплектическая структура, так как были применены симплектические методы Рунг и Кутте, но не сохраняется полная энергия. А во втором случае как раз наоборот. Но по трудоемкости оба метода примерно одинаковы, ну или близки, по крайней мере, на том классе задач, которые являлись модельными для диссертанта. Но было бы очень интересно провести анализ, в каком случае какой из этих методов предпочтителен. То есть, в принципе, я вполне допускаю, что вот есть класс задачи, но, скорее всего, большинство задач, которые естественным образом описываются в терминогоминтоновой механике, может быть естественной и интегрировать симплектическими методами. Для других задач, в которых природа законов сохранения немножко другая, отличается от гоминтонного формализма, возможно, метод сохранения всех интегралов был бы лучше. Вот это крайне интересный вопрос, и на эту тему, в общем-то, хороших ответов нет. Хотя вот не за 30 лет, не за предыдущие 50. Ну и четвертое замечание вполне формальное. Значит, работа содержит ряд опечаток, но, так сказать, это можно даже списать на то, что русский язык не является родным языком автора. Очень легко в таких случаях пропускать просто некоторые опечатки. А доверять автоматическим системам – это еще хуже, это только увеличивает количество опечаток. Ну и указанные недостатки не влияют на общее положительное впечатление о диссертационной работе. Я считаю, что диссертант проявил себя как вполне состоявшийся специалист в данной области, имеющий большой научный потенциал, не знаю, в Сирии, в России или где угодно. Значит, и сама тематика имеет большие перспективы. Ну и заключение. Диссертационный… его тоже дословно прочитывают. Вот это последний абзац, где написано в «Право университет» даже по народу. Ага. А остальное тезисное, что диссертационное исследование представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена важная и актуальная задача. Значит, задача соответствует паспорту специальности. Название специальности не буду. Значит, и паспорт специальности по нескольким пунктам. Первый пункт – это разработка новых математических методов моделирования. Тоже не буду дословно читать. Второй пункт – разработка, обоснование и тестирование эффективных вытеснительных методов. И третье – реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов программ, проблемно-ориентированных программ. Дальше я прочитаю дословно. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы в заключении обоснованы, автореферат корректно отражает результаты диссертационного исследования. Основные научные результаты диссертации достаточно полные, изложены в восьми печатных изданиях, из которых три изданных периодических научных журналах, индексированных в скобусах и журналах, включенных в перечень вах. На основании высшей изложенности считаю, что диссертационная работа численно-аналитические методы в задачах математического моделирования полностью соответствует требованиям пункта 2.2 раздела 2 «Положение о присуждении ученых степеней в Российском университете дружбы народов», утвержденного ученым советом РУДН, такой-то протокол предъявляемых диссертациям на соответствие ученой степени кандидатов физико-аналитических наук по специальности 1.2.2 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». А ее автор, Баддура Али, достоин степени кандидата физико-аналитических наук. Спасибо. Есть вопросы к Николаю Николаевичу? Если вопросов нет, прошу соискать или ответить официальному оппоненту. Я благодарю Николаю Николаевичу за очень интересное замечание. Действительный состав цели исследования консервативных схемов и была надежда, что сохраняет энергию радикально улучшить степень. Однако компьютерные эксперименты показывают, что построенная схема внести схожие свойства с симплектическими схемами Ронжикута, из которых они были консервативными в частных территориях. Мы в задачах двух дел. У нас лотов алгебраических вопросов. Тректории точно решение, что Николай Николаевич отменили в своем втором замечании. И переход из замечания третьего. Я могу рекомендовать консервативные схемы в телах следующих, где готовят применение вычисленные затрат синтетических схема и придут особо задачи сохранять энергию. Я еще раз принесу свои извинения и спасибо вам. Уважаемые коллеги, я хочу рассказать несколько вещей вокруг этой работы и как все это происходит. Достаточно давно под руководством Кулявова Дмитрия Сергеевич Геворкян находил симплектические разностные схемы для решения определенного класса задач. Николай Николаевич Васильев познакомил нас в то время с работами Йоши до своего друга, с работами Суриса, мы были знакомы. И самое главное, он рассказал о своем опыте работы в Институте прикладной астрономии, когда рассчитанные траектории спутников и действительные траектории спутников различались таким образом, что энергия не сохранялась. И хотя симплектические схемы замечательные, действительно замечательные, вот вопрос сохранения энергии это очень серьезный. Где-то в то же время наш друг и член диссертационного совета, а потом директор научного центра ГЕРД Владимир Петрович, ныне покойный, познакомил нас с идеями меметических схем, которые он обсуждал со своим другом Шашковым Михаилом Юрьевичем, те, кто работает в Институте прикладной математики Келдыша, возможно, помнят его, знает ученик то ли Самарского, то ли из ближайшего его окружения. И Михаил Дмитриевич Малых заинтересовался этой идеей наследования конечно-разностными аналогами алгебраических свойств непрерывных динамических систем. И он попытался применить эти идеи к решению проблемы сохранения энергии. Вот в решении этой проблемы Алибадур здорово ему помог, молодец, действительно хорошо работал. И я надеюсь, что они вдвоем, и может быть не только вдвоем, но и с помощью еще других ребят продолжат эти исследования на благо и нашей страны, и математики. Я очень рад за Алибадура, за его руководителя, буду голосовать за и призываю всех других тоже голосовать за. Спасибо вам. Спасибо. Если еще желающие выступить, если желающих нету, тогда предоставляется заключительное слово соискать. Пожалуйста. Я благодарю всем. Я благодарю свой научный руководитель, который помогал мне очень сильно именно на мой русский язык, который был минус, минус. Я благодарю профессора Линдон Себастьянов, и благодарю совет, который меня слышал. И я благодарю кафедры, которые у нас всегда мне помогли, и все ребят, которые сотрудничали. Они всегда помогли, как иностранные, потому что русский язык, все знают, это самый сложный третий язык весь мир. Когда пришел в Россию, вообще, знаю английский, но русский не были знакомы вообще. И благодарю наш заведующий Константин Евгеньевич Самуилов, который всегда рад со мной помогать в этом. И благодарю Анне Владимировне Ковыркова и Татьяна Львовна Белова могу помочь мне оформлять документы. Я благодарю моему очень уважающему преподавателю, который мне изусал в магистр. Я очень благодарю вас, что вы со мной всегда. Я благодарю численную диссертацию Совет, и спасибо вам огромное. Спасибо. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования нам нужно избрать счетную комиссию. Предлагается счетная комиссия Гайдамака Юрия Васильевна, Боголюбов Александр Николаевич и Щекин Евгений Евгеньевич. Есть ли возражения? Очень хорошая комиссия. Возражений нет. Ставлено голосование. Кто за, кто против, воздержался, принято единогласно. Теперь мы должны объявить перерыв. Ну, несколько минут. Все мне члены Совета прошу покинуть их. Остальные ящики вставляем. Ящики вставляем. Вставим, пожалуйста, всех помечаем. И вдвоем. Тогда еще не стыдно. За это раз. Вот так же. За это. А остальное здесь. Я не сделал фану, я так должен перегибать. Я не перегибаю. Да, да, да. Даже не стула задержали. Не перегибай, Антоныч. А то перегибает все время. Хороший гламур. Все проголосовали. Я думаю, можно вскрывать и читать. Представитель говорит, что давай схватившись за руку. Поставьте лист на вертикал. Он начинает схватить. Не надо схватить. Начинает схватить. Не надо схватить. Просто поставьте вертикал. Не получается свободно. Следующее. Поставьте лист вертикал. А, пожалуйста. Китайские две бутылки водки. Ставь между ними близко. Ну вот, давно бы так. Я почти это придумал, походу. Я не выключаю. Да, да, да. Ну, я все что-то делаю. Я не делаю. Смотри, он под график ангелы. Выключил. Да. Драма, молодцы. И это, несмотря на длинные рассказы. Николая Николаевича. Да, не то, что-то все. Ну, это драма. Это для меня ты. Я первый набрал. Это всё, что начиналось. Ну, хорошо. Да, да. Ну, все. Нет, ну, то, что рассказал Женя. Она просила, только камер пока у меня нет, а я тебя могу потом ладить. Да, там тоже можно ладить. Да ладно, конечно. Ну, коробку посидать, но все, конечно, и так потом отдать. Ну, хорошо. Отдай, что ты есть. Ну, ладно. Отдай, чтобы я могла сказать. Она хотела мне по картику, потому что нет последних. Я, конечно, вкладываю, там списывали, давали мне заставить. Да не знаю. Ну, следите. Нет, как она подошла. А, итак. Счетная комиссия закончила работу. Слово предоставляю позвать. Председателя счетной комиссии, всех остальных прошу зайти. Прошу всех зайти. Всех зайти, прошу. Второй порядок. Все эти толщины, первые. Вот, я, как перед Завеном, еще раз, оборачиваю. Клово, сейчас вот, привет. Теперь на грани, где? Один. Заходим, заходим, заходите. Уже можно. Заходите, скорее, заходите. У нас все в электронном. Уважаемые участники заседания. Все готово, да. Коллеги, все готово, результаты есть. Протокол заседания счетной комиссии Диссертационного совета ПДС 0200.006, 17 февраля 23 года. В состав Диссертационного совета 15 человек. Присутствовало заседание 12 членов Диссовета, в том числе докторов. Наук по рассматриваемой специальности 6, розданной бюллетеней 12, осталось нерозданными 3, оказалось в Урне 12. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата в Безмат наук Баддуру Али. За 12, против 0, недействительных 0. У меня все. Большое спасибо. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался, принято единогласно. Нам надо принять заключение, проект роздан членам Диссертационного совета. Есть ли дополнение изменения? Обещал по одну надо исправить. Спасибо, обязательно исправим. Кто за принятие текста, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался, принято единогласно. Таким образом, Диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Баддура Али, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи, проектирование и исследование разных схем, аппроксимирующих задачу многих тел и в то же время точно сохраняющих все ее алгебраические интегралы движения и инвариантных относительно перестановок тел, имеющие важное научное значение. Работа отвечает всем требованиям к диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Согласно пункту 2.2.2, раздела 2, положение присуждения ученых степеней Федеральным государственным автономным образовательным учреждениям высшее образование Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым Советом РУДН, протокол номер 12 от 23.1.9.2019. На основании тайного голосования Бадуру Али присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.2, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Если замечаний нет, то разрешите поздравить Али Бадура с успешной защитой диссертации. Я хочу от Вашего имени всех присутствующих поблагодарить Дмитрия Сергеевича Кулябова и Анастасию Вячеславовну Демидову за тяжелый труд по подготовке и по проведению за огромную работу. Спасибо большое. Спасибо.